всем добрый день вы на канале вязание тангелина зимок сегодня у нас продолжение тема мы вязали теплый берет пышными колосками а сегодня вяжем митинги которые всегда можно превратить варежки вязать очень несложно предлагаю посмотреть и вы в этом точно убедитесь сами не остались после берета ниточки и чипома . и я хочу предложить связать вам митинги тоже они были на фотографии когда мне не попросили связать берет там еще были митинги для чего и для кого у нас очень много девочек которые водят машины и это очень удобная форма когда кончики пальцев остаются и держится за руль то есть это вот в таком случае очень удобно я вязала в одну ниточку но тем не менее получились очень тепленькими в конце обязательно покажу а может быть сниму отдельный мастер-класс сейчас посмотрим как завершить вязание что получить варежки по совсем несложно начинаем вязание вязать мы начинаем с колечек это очень удобная форма набора крючок у меня 275 пряжа 480 вот такая пряжа alize real 40 480 метров 100 грамм тоненькая но она пушистенькая и достаточно теплая набор начинаем 1 2 3 4 воздушные петли в первую петлю столбик с одним накидом то есть как обычно как всегда я так делаю такой набор 1 2 3 4 сколько набирать измеряйте по своей руке но впритык потому что потом вязание расширится у меня два колечка можно посчитать раз два три 4 5 6 7 8 9 10 у меня 10 колечек на среднюю ручку 10 вполне хватает набираем 10 колечек я набрала 10 колечек теперь наша задача выровнять вязание чтобы все петли смотрели одинаково и присоединить такие наши колечки смойте внизу у нас воздушные петли а мы будем вязать за столбик вяжем таким образом 123 воздушные петли а за стеночку столбика вяжем три столбика раз-два-три между колечками между колечками вяжем один столбик а за само колечко 3 столбика с одним накидом у нас должно получиться 40 столбиков у меня в моем случае с одним накидом вяжем в рядок до конца наш наборный и потом будем вязать резинку рельефные столбики довязали первый рядок самые первые у нас три воздушные петли было бы подъема соединительным столбиком соединяем верхушку и вяжем резинку воздушную петельку сделали и в первом столбике вот у нас рельефный столбик лицевой за столбик мы вяжем столбик 2 столи вяжем просто столбик с одним накидом следующий вяжем рельефный лицевой и продолжаем столбик с одним накидом чередует у нас будет резиночка я провязала 1 2 3 4 4 рядочка резинки и потом основной узор привязали резиночку рита 45 присоединяемся в самую первую нашу петелочку первый столбик подъема и вяжем 1 2 3 4 5 воздушных петель отступаем 1 столбик 2 в 3 вяжем пышный столбик вытягиваем накид 1 2 3 все вместе провязали пышный стол теперь запоминаем вот откуда мы начинали вязать вот наш столбик от него отступаем 1 2 в 3 вяжем столбик с одним накидом и 2 воздушные петельки а там вот с того места с которого мы начинали вязать воздушные петли в этот столбик вяжем пышный 1 2 3 провязали делаем повтор запоминаем столбик с которого мы вязали вот у нас вот этот столбик отступаем 1 2 начинаем вязать столбик с одним накидом 2 воздушные петельки и находим столбик с которым мы вязали вот с него вяжем пышный столбик 1 2 и 3 столбик с которым мы вязали от него отступаем 1 2 1 шаг мы вяжем столбик с одним накидом 2 воздушные петли а второй шаг в тот столбик в котором у нас уже были связаны предыдущие воздушные петли провязываем пышный столбик так вяжем до конца ряда такие вот колоски я привязала пышный столбик вот по центру бы надо еще один а тут я не хватает столбик я думал ничего страшного в этом нет вот здесь я провязывала 1 2 где-то вот в этом месте нужно начинать но я ровно по центру свяжу и всегда ориентируюсь на то чтобы не считай столбики прям конкретно прям вяжем по факту как есть у меня вот такая ручка небольшая не маленькая 1 2 столбиков не хватило ничего страшного вяжем по факту ничего не нарушая все будет красиво и последний столбик там где пышный столбик у нас вышел вот сюда мы вяжем столбик с одним накидом 2 воздушные петельки и довязываем пышный столбик первого ряда довязываем присоединяем соединительным столбиком самое начало в наш пышный столбик первый ряд мы получили раз два три 4 5 разворачиваем вязание на обратную сторону это очень важно и это обязательно нужно сделать прям обязательно нужно взять и вот теперь мы видим у нас вот здесь вот такие воздушные арочки есть мы будем вязать за них столбиков здесь нет 5 воздушных петель провязали отступаем и за воздушную арочку за эту вяжем пышный столбик 1 2 3 провязали замечаем где у нас наша цепочка вышла вот мы вяжем следующую цепочку отсюда столбик с накидом 2 воздушные петельки и там где наша цепочка вот за нее мы вяжем раз-два-три то есть мы будем вязать за цепочку во втором ряду еще разочек вот место где у нас цепочка наша а в следующем вяжем столбик с накидом 2 воздушные петельки зато столбик который вот у нас мы его заприметили вот а за арочку вернее вяжем пышный столбик опять вот наша арочка мы ее мы про нее думаем смотрим а вяжем следующую столбик с накидом две воздушные петельки и вот за эту арочку предыдущую вяжем пышный столбик все это не так сложно как кажется самом деле обязательно попробуйте вяжется легко вот и что у нас должно получиться на лицевой стороне у нас будут такие колоски очень симпатичные вяжем весь рядочек дырочки вас не должны смущать пряжа ализе она пышная и в течение носки все вот эти в наши ажуры они забьются будут достаточно плотным полотно довязываем ряд колосочков наших и последний столбик я думаю что вы запомнили но еще разочек мы всегда вяжем в пышный стол последний столбик с накидом и 2 воздушные петли у нас всегда замыкается в первый столбик и пышный столбик вяжем за воздушную цепочку провязали соединяем с нашим пышным столбиком первым вяжем 123 воздушные петли разворачиваем лицевая сторона теперь три рядочка нам нужно провязать столбиками с одним накидом первый столбик есть 12 за цепочку провязываем 2 столбика между столбик с накидом в цепочку два столбика всего у вас должно по и получится столько столбиков вот у меня 40 изначально я набирала 40 40 должно быть не больше не меньше то есть между и за цепочку провязываем 123 рядочка просто столбики потом вяжем колоски как вязать колоски точно так же как мы вязали в самом начале то есть провязали 3 рядочка так примеру да все провязали 1 2 3 4 5 отступаем 2 столбика и в 3 начинаю взять пышный стол помните да как мы начинали точно так же что же у меня получается я провязала 3 рядочка столбики с одним накидом два ряда узор колоски то есть повторила то что мы с вами вязали но один рядочек еще провязала не до конца ряд столбики с одним накидом мы считаем и вот когда осталось два колоска я провязала 34 столбика 6 не провязала делаем отверстие для пальчик раз два три 4 5 и соединительным столбиком наш самый первый столбик соединяем вот и обязательно нужно померить потому что пальчики нас всех разные чтобы все хорошо но не слишком большое до пол отверстия теперь вяжем еще два рядочка два рядочка вот первый ряд еще раз два и завершающие колоски вяжем точно так же я вязала поворотными рядами и сейчас буду поворотными 3 воздушные петли разворачиваем вязание и на пяти 100 5 воздушных петель петелечках я вижу 6 столбиков потому что мы же свои свои пропустили за 6 нам нужно нарастить нарастили 1 2 3 4 5 6 дальше вяжем по кругу наши столбики вот так вот по кругу вяжем 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 довязываем сюда присоединяемся и еще один кружочек вяжем также три ряда столбики два ряда колоски вяжем это мы умеем как вязать пачек покажу чуть позже пока довязываем нашу митингу что у меня в итоге получилось после пальчика еще два рядочка я провязала столбики с накидом и еще два рядочка колосков теперь вы можете мне спросить как делать право или влево дело в том что при таком узоре общем нет разницы вяжем вообще одинаково допустим вот так я связала или немножко повернуть это уже будет правая сторона потому что здесь нет швов все невидимо все красиво поэтому варианте этого узора мы ничего не делаем что касается дальше хотела показать если допустим вы хотите связать варежку а не митингу вот у меня 45 я разделила 20 столбиков и 20 столбиков по центру поставила маркер как я предлагаю с каждой стороны вот с каждой боковин очки нам нужно делать уменьшение домика до до варежки поставила маркер теперь наша задача в каждом ряду провязывать вместо двух столбиков один с одной стороны от маркера и с другой стороны точно так же и с другой стороны вот у нас должен быть домик поставим маркер чтобы знать что у нас здесь уменьшение идет две воздушные петли я провязала ворачиваю в обратную сторону можно по кругу я ничего не говорю его смотрите вот так вот такой домик вот теперь вяжем все столбики до маркера там где маркер свяжем сдвоенный столбик и так нужно будет вязать до самого конца пока мы не извяжем все наши столбики попробовал я связать по уменьшаем с двух сторон по два столбика получилось очень длинная варежка а у меня короткий пальцем не подходит такой вариант я хочу попробовать еще вариант такого плана провязывать по два столбика все столбики которые у меня есть с общей вершинкой 1 столбик второй столбик и я хочу попробовать так по кругу вязать столько рядочков сколько у меня получится и потом посмотрим вот такая варежка у меня получилось что я и как я связала после колосков я набрала столбики мне было 40 потом я провязала в каждом по 2 то есть из каждого из двух связала по 1 1 чтобы сделать уменьшение 2 рядочка я провязала по факту ничего не уменьшая еще один ряд и видно что я опять сдвоенные связала из 2 1 и в конце сколько осталось просто-напросто стянула ниточкой стянуть и варежка наша готова но обязательно делать замер по своим пальцам потому что может быть у вас будет больше может быть сдвоенный простой сдвоенный простой сдвоенный простой наверно так будет у меня рука маленькая идем дальше теперь нам нужно обвязать пальчик мы привязываем ниточку вязать начинаем с той стороны с которой не будет видно шва вот с этой стороны подхватываем и вяжем 1 2 с этой стороны я вязала вот таким образом тоже сдвоенные 12 потому что пальчик маленький и столько столбиков сколько есть у нас нам не надо поэтому я вязала сдвоенные столбики чтобы немножечко под уменьшить с основной стороны провязала 3 сдвоенных теперь вяжем по одному тут где у нас бачок нам нужно я один провод не в этот сделала столбик а через чтобы дырочки не было видно нам уж не надо чтобы она была видна разворачиваемся все время по кругу и набираем столбики разворачиваемся по кругу как вязать здесь мы с вами знаем тут у нас два столбика идет по нашему пышному столбику в центре один также узор соблюдаем и опять два по цепочку и 1 опять подходим к боку вяжем конечно интуитивно потому что сложно просчитать столбики и чтобы не было видно дырочек это основное наш такой параметр чтобы не было ажура еще свяжем сдвоенный и присоединимся самое начало обязательно делайте замеры вот такой пальчик у нас получился небольшой не маленький дырочек нет и вяжем уменьшать больше ничего не будем 3 воздушные петли подъема разворачиваем вязание вяжем по кругу я вижу поворотными рядами сдвоенные столбики вот у нас она я не были мы вяжем прям верхушку по одному столбику просто напросто по кругу вот я провязала 3 рядочка всего-навсего 1 2 3 по своим пальчиком если нужно больше значит вяжем больше на этом месте уже можно сделать если вы хотите связать пальчик до конца то вяжем точно так же как вот и варежку по 2 столбика вместе один ряд а вторых просто стянуть и все и у вас получится полноценная варежка и таким образом наш видео мастер-класс будет готов а вы напишите в комментариях что вы считаете более актуальным варежки или митинги и посмотрим сколько у нас наберется тех кто за варежки и тех кто за митинги огромное спасибо если вы досмотрели ролик до конца надеюсь видео будет полезным вязать варежки не бойтесь это совсем не сложно а есть еще вот таким узором теплым уютным то и прекрасный подарочек будет а для себя так и для своих родных и близких до новых встреч подписываемся на яндекс цен youtube youtube телеграм и вяжем вместе со мной